друзья приветствую наконец-то удалось встретиться сергеем шумахера взять у него образцы ну и давайте посмотрим значит сегодня будет два масла это mobile 1 esp 530 и shell helix ultra 540 полнозольные сравним посмотрим так первым делом проверяю естественно mobile 1 тут вообще вопрос был большой у сергея там и его подписчиков оригинальный мобил более того сергей даже был не уверен что вот эту баночку свежую которую мне передал что здесь вообще мобил налит он допускал что ошибся и налил туда shell ну давайте посмотрим эталон у меня данного масла есть поэтому я сейчас свежие заложу посмотрим что прибор определит сравним спектрограмму так смотрите противоизносных 147 кислотное щелочное щелочное выше видно что это как минимум старая формула да вот такая спектрограмма сравнение значит эталона и данного масла черные и красные линии видим абсолютно точно это одинаковые масла единственное отличие там но вот по формуле чуть-чуть отличается то есть видимо это старая рецептура еще до того как масло стало получила допуска ильсак джейс 5 то есть это еще не подрезанное скажем так масло какая-то старая формула я проверял сравнивал значит со свежим ну сейчас я тогда у меня есть там болванка старого издания я ее сейчас подкорректирую выставлю значение и можно будет вот проверять отработку то есть я все сделал это у нас кто не знает автомобиль сергея церат 11 года 16 g4 fc значит объем масла три с половиной литра 600 практически 1000 пробега пробег на масле 2850 средняя скорость 38 газпром нефть так смотрите противоизносных присадок 59 процентов подрабатываются достаточно высокий уровень сажи 0,07 это для бензина высоковато так кислотная 264 и щелочной 5 и 6 достаточно сильно масло просела потому что я при обновлении выставил 8 и 6 и 202 кислотная то есть смотрите и и воды хватает при такой средней скорости высокой очень средняя скорость я потом поделюсь своим мнением что что я думаю по этому поводу вот но масло достаточно сильно просела для многими из нас любимого могила мы знаем что масло крепкая но тем не менее как-то она не очень здесь показывает себя честно говоря сейчас сравню вязкость данного масла посмотрите видим разжижение опять же практически 40 километров в час очень высокая средняя скорость и достаточно высокая раз разжижение то есть топливо попадает в масло ну я сказал бы да вообще часто очень это даже ближе к трассе наверно такой режим такая скорость средняя обычно здесь намного лучше ситуация обстоит так следующий образец это shell helix ультра 540 со свежим самым допуском спи полнозольная 3b4 давайте также я проверю сначала свежий образец сравним с тем что у меня есть значит в эталоне 11 4 щелочное и кислотная 185 я мне кажется выставлял раньше создавал его этот талон и выставлял по данным одного известного многим сайта так хорошо значит закладываю свежая здесь немножко расхождения по скорости ну приходится подрезать чтобы утрамбовать видео так смотрите значит противоизносных 108 процентов но чуть больше так в принципе я считаю что абсолютно нормально значит на 11 сотых выше кислотное тоже в порядке ну учитывая что на 8 процентов больше противоизносной присадки ну и побольше кальция вот на три десятые выше щелочное то есть я тоже здесь как бы особо сомнений нет что это оригинальный shell все как бы с ним нормально ну чуть чуть выше показатели может быть тот образец из которого я создавал был какой-то такой другой замех замес скажем так ну то есть как бы вопросов нет к маслу так все этот масло я проверил свежие можно проверять отработку этого шелла так автомобиль тот же все то же самое средняя скорость та же самая пробег на масле 3150 километров средняя скорость такая же ну и топливо тоже g-drive 95 от газпром от газпром нефти так давайте посмотрим что сейчас намерит прибор и уже тогда можно будет сравнить произвести очное сравнение да вот видите приборщи захотел и опять проверить частоту окон фон чтобы учитывать возможные там повреждения изменения ячейки при значит оценки жидкости ну все заложил в общем-то готова смотрите отлично по противоизносным свойствам здесь получше намного лучше девяносто один процент несмотря на больший даже пробег так нитрова не окисление тоже есть сажим вот здесь как-то ситуация повеселее мне кажется я насколько я помню я не знаю до капиталки это сделано или нет но мне кажется уже после капиталки ну вот смотрите и сажа здесь папа по четыре сотых получше ну так кислотное 2 и 9 щелочное 9 в общем то здесь даже мне кажется ситуация получше если это подальше от капиталки то здесь мне кажется уже как пример при прикатывается мотор что ли не знаю хотелось бы уточнению по сергей напишет этот образец после капиталки и насколько далеко но вот по пробегу видим что там было 599 пробега здесь 602 то есть дальше скорее всего ну как прикатывается мотор так вязкость сравним да здесь ситуация точно такая же такая же высокая средняя скорость и даже я вот вам скажу что здесь чуть 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 сильнее разжижение но это нюансы может быть где-то там на этом пробеге больше было города меньше трассы ну такой или температура ниже было и поэтому больше топлива разбавила масло да кстати не забивайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимать колокольчик чтобы не просить новые видео и сейчас я вам покажу сравнение значит оценку ресурса обоих масел посмотрите показатели конечно вообще чума очень-очень я скажу слабые mobile провалился по моющей нейтрализующим свойствам очень быстро падает значит щелочное масло быстро окисляется также видите нейтрование здесь играет роль тоже прибивает скорее всего она и тащить щелочное по вязкости тоже достаточно кто кто постоянно смотрит видео тот знает что часто вязкость ну не так они так сильно проседает здесь меньше 300 моточасов по вязкости то есть здесь ресурс получился по мобило 136 моточасов всего пошел увидите тоже здесь уже по нитрованию шел лучше отработал по мощи нейтрализующим но нитрование тоже плохое и вязкость в принципе очень близко то есть общей тенденции на лицо на мой взгляд вот второе масло чуть получше по мощи нейтрализующим но естественно там и зазор больше это полнозольное масло вот это дельта между щелочным и кислотным выше поэтому она чуть лучше отработала но ясно видно что мотор прибивает мне кажется очень сильно прибивает масло поэтому здесь у меня такие вопросы ну значит к сергею были ледоливки но скорее всего учитывая небольшой пробег скорее всего это даже если и есть расход масла то он взял пробы до доливок второе значит по состоянию на капиталку если капиталь или менялись ли поршни у меня вот такое впечатление я вот предположение возможно я не прав но я просто не понимаю как если мотор отремонтирован почему так убивает ну да второе конечно не стоит забывать очень маленький объем картера три с половиной литра всего лишь мотор достаточно нагруженный горячий так и значит вопрос по поршням менялись ли поршни ставились ли оригинальные поясню с чем это связано вот на мой взгляд вот такая у меня идея что если не оригинальные поршни то они по металлу могут отличаться от оригинальных естественно это влечет собой изменения в температурном расширении и больше значит картерных газов попадает в ну в картер прорывается из камеры сгорания то есть и это может очень сильно влиять на на масло да кстати сергей мне написал что на мобиле температура масла была на 10-12 градусов выше чем на шеле скорее всего это и связано вот с прикаткой мотора я думаю вот если это капиталка все-таки было я что-то здесь не уточнил вот и и возможно вязкость вот здесь что больше больше зазор тепловой был все-таки более мало вязкое масло и больше газов прорывалась и поэтому вот такая ситуация то есть мобил значительно быстрее окислялся но вы видели и одно и второе масло мотор прибивал одинаково успешно вот как то вот я поделился с вами такими мыслями пишите что думаете может какие предположения все-таки было бы интересно разобраться с моментом так сергею спасибо за образцы вот да всем желаю удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока